Нам уже давно намекают на то, что фильм Флэш станет чем-то наподобие нет пути домой от Марвел, а именно закроет часть сюжетных веток, тогда как много других наоборот развернет на полную. В первую очередь это конечно же касается двух культовых персонажей Бэтмена, в исполнении Бена Аффлека и Супермена Генри Кавилла. Не так давно мы узнали от самого Бена, что Флэш действительно станет последним его появлением в киновселенной DC. Что же касается Кавилла, о нем пока что скорее ходят слухи, но они также неутешительны. Так что и его человека из стали вроде как хотят перезагрузить после Флэша. Что же упрямство DC-шников конечно впечатляет, а что впечатляет еще больше, это самые последние инсайды, исходя из которых двое легендарных актеров, по сути посланные DC куда подальше, уже в кратчайшие сроки могут перекочевать к их заклятым конкурентам из Марвел. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Но предлагаю сперва вспомнить, что там крутят DC-шники и что должно произойти во Флэше. Недавно появилась информация, что фильм Флэш этого 2022 года перезапускает вселенную DC, вносит в нее принцип мультивселенности и, что самое главное, меняет две, по сути ключевые фигуры DC-шников Супермена и Бэтмена, которых играют Генри Кавилл и Бен Аффлек соответственно. Два эти актера наиболее явно и открыто в свое время поддерживали видение и позицию Зака Снайдера, за что, вероятно, и попали в немилость, так что теперь руководство Warner Brothers и DC решило, так сказать, отдать должок и, пользуясь случаем, устранить этих двоих. Что же, кажется, слухи оказались вовсе и не слухами. По крайней мере, в самом свежем своем интервью Бен Аффлек, по сути, подтвердил, что уходит после фильма Флэш. Слова актера были откровенные и однозначные, он покидает DC. Что же касается Генри Кавилла, там все не так просто и он, в отличие от Бена, настроен куда более решительно и, как мы слышали уже ранее от самого актера, не собирается отдавать свою роль. Так что, когда мы получили от самого Аффлека, по сути, подтверждение инфы о сливе обоих персонажей, что Бэтмена, что Кларка Кента во Флэше, особенно волнительно, что будет делать Генри. Сможет ли он отстоять своего героя и как сложатся события дальше. И здесь самое интересное, ведь как сообщил инсайдер My Time To Shine, известный в первую очередь тем, что в свое время слил очень много достоверной инфы по фильму Человек-паук Нет Пути Домой, так вот источник заявляет, что и Кавилл, и Аффлек теперь в шаге от ухода из DC являются в поле орбиты интересов MCU. Причем, что еще более любопытно, нам говорят о конкретных планах и даже предложениях, уже поступивших, например, Аффлеку. С одной стороны, Марвел были заинтересованы в том, чтобы Бен Аффлек повторил свою роль в сорвиг головы в рамках мультивселенной. Правда, по словам инсайдера, актер отказался вернуться в Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия, однако он не исключает своего участия в будущей части Секретных войн, где будут представлены разные миры и огромное количество персонажей киновселенной. Мы уже говорили, кстати, об этом проекте отдельно и упоминали, что он может стать даже чем-то большим, чем Мстители, именно туда вроде как предварительно и дал добро включиться Бен Аффлек. Что же касается Генри Кавилла, то молва уже довольно давно обсуждает переход британца в MCU, более того, еще весной он присутствовал на встрече в лондонском офисе Marvel, а относительно недавно актер впервые прокомментировал свой потенциальный дебют в киновселенной, сказав, что студия делает потрясающие вещи, и он, Кавилл, вовсе не против сыграть Капитана Британию или Британика. Именно эту роль сейчас и прочит актеру. Итого, что у нас получается, что DC в очередной раз творят что-то невообразимое, самостоятельно отвергая, по сути, своих крупнейших звезд на данное время, которых тут же старается перехватить Marvel. Что в целом, кстати, вполне логично, учитывая популярность и потенциал обоих, а также лояльность аудитории к ним. Вот и получается, что боссы DC просто самостоятельно отправляют своих главных актеров конкурентам. Кстати, это уже не первый случай, например, довольно долго и активно публика обсуждала потенциальный приход Эмилии Кларк в киновселенную DC на замену прежней меры из Аквамена. Естественно, боссы студии сделали морду кирпичом, и даже, наверное, не стали всерьез обсуждать данную вероятность, несмотря на колоссальный запрос аудитории. Зато их конкуренты из Marvel увидели прекрасную возможность для себя, и вуаля, Эмилия Кларк уже снимается в их секретном вторжении, и вполне может стать одной из главных женских звезд киновселенной. Так что пока DC щелкают клювом и сами отталкивают своих же действующих, или пусть даже потенциальных звезд, ребята из Marvel используют возможности. Неудивительно, что по своим показателям DC в последнее время безнадежно отстали от злейших конкурентов. Получается, что и под делом. В общем, так оно все складывается на данный момент. Посмотрим, что будет дальше. Если вы не хотите ничего пропустить, обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. А также пишите ваши комментарии и поставьте палец вверх. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока.